мы говорим о зерновом сорга и особенности нюансы технологии вот на что бы как агроном вы обратили внимание давайте я тогда начну с экономической точки зрения первое подойду давайте а потом все нюансы которые нам диктует экономика они подтягивают и требования к удобрениям и к почвам вот и ко всем остальным нюансам вселенцы хорошо в данный момент на рынке сорга зернового будем говорить о зерновом сорга сейчас да да конечно сложилась следующая тенденция как правило эта культура расценивается как альтернатива кукурузе для получения зерна на дальнейшее производство сухих кормов включение его в рецепты для производства кормов для животных в основной своей массе и здесь основным показателем является содержание белка содержание протеина и отсутствие тонина это важно для производства кормов второе направление которое есть сейчас это экспорт зерна за рубеж так как фактически зерно сорга на территории российской федерации ну я бы сказал его о нем немножко подзабыли с советских времен был период когда создался вакуум в аграрной сфере то есть и сельхозтоваропроизводителей агрономы о нем забыли как о культуре перестали включать его всего оборот поэтому все что требует сейчас рынок в основном идет на экспорт экспорт требует зерна в основном белого цвета с определенными нюансами а вот и фактически мы отвечаем на требования рынка подходим к селекции с учетом этих требований основное направление селекции нашей компании сейчас направлено на производство высокоурожайных раннеспелых гибридов сорга с преимущественно с белым цветом зерна с этим связана практически вся сейчас работа селекционеров которые работают над новым продуктом если говорить о том продукте который у нас сейчас уже имеется это белые белозерные сорта краснозерные сорта белозерные гибриды краснозерные гибриды с периодом вегетации от 95 до 120 дней что позволяет нам их выращивать практически на всей территории сорга 7 переходя к выращиванию да к выбору того или нового сорта гибрида и к желанию его выращивать мы уже отсюда отталкиваемся нам нужен допустим белозерный сорт вот это первое цвет зерна должен быть максимально белым насколько это возможно поэтому в технологии возделывания когда мы хотим получить это зерно мы должны обращать внимание на засоренность почву потому так как при уборке зерна сорга любой сорт сочный то есть будь то зеленая масса от сорняков либо это зеленая масса от самого сорга она дает цвет запачка это точно также если вы знакомы как в зерне нута да там это очень важно чтобы она не пачкалась поэтому мы обращаем нюансы вернее обращаем внимание на такие нюансы как чистота посева к моменту уборки и отсутствие зеленого зеленой вегетативной массы к уборке у наших сортов и гибридов есть особенность выноса метелки над флаговым листом для того чтобы можно было комфортно настроить зерновую жадку и срезать только метелки но не всегда хорошая выровненность на полях позволяет это делать поэтому особенный нюанс в сделании первым пунктом назовем это десекация подходя к расчету экономики выращивания сорга обязательно нужно включать туда десекацию если она не понадобится это будет экономия в технологии возделания но надо быть к этому готова для того чтобы убрать сухое зерно и убрать его в тот момент когда нам это нужно раздельная уборка не вариант раздельная уборка здесь какой она сама по себе раздельная уборка она влечет за собой дополнительные трудозатраты и определенные риски то есть если мы делаем свал зерна вот нам придется потом пропустить через уборочную машину всю массу соответственно мы можем получить дополнительный сорт дополнительную важность и учитывая то что у сорга вегетативная масса все-таки достаточно высокая плотная влажность в волках ее тоже очень тяжело будет поймать потому что у нас есть сорга с комовой метелкой из сорга с раскидистой метелкой вот и как правило к моменту полного созревания зерна влажности 12-13 процентов сама зеленая масса у нас еще очень сочная даже с учетом десекации все равно влажность довольно высокая когда мы будем пропускать ее через уборочную машину мы ее поднимем поэтому если я первый момент десекаться очень важный момент при составлении технологии возделывания зернового сорга это отсутствие зарегистрированных в россии гербицидов противозлаковых мы этот вопрос ставим во главу угла при выборе площадей и при выборе сего оборота с чем это связано с тем что у нас на поле должны отсутствовать либо быть в очень малом количестве злаковые сорняки многолетние корни отпрысковые в особенности такие как пырей ползучий проса вот все виды костров и остальные злостные злаковые сорняки потому что фактически мы можем с ними бороться на поле только механическим способом исходя из этого строится и наша технология возделания особенность нашей технологии возделания в том что мы всегда рекомендуем сеять сорга широкорядно на 70 сантиметров пропашным методом пропашными сеялками фактически нам это позволяет ухаживать за посевом вот до момента когда на само растение сорга уже готова самостоятельно составлять конкуренцию сорняку затенять его это такой нюанс он проявляется в тот момент когда зерно вернее растение сорга достигает примерно пяти листьев в этот момент его рост заметно останавливается вот когда посещаешь поле примерно в течение полутора-двух недель оно не растет вегетативной массы у него не добавляется и создается впечатление как будто растение страдает либо посев чем-то угнетет но в силу особенности строения самого растения в этот момент оно укореняется оно независимо от объемов текущей влаги она укореняется до двух метров глубину прорастают у него корни идет вниз до а за счет этого она растение сорга переносит дальнейшие засушливые периоды и вот именно в этот момент нам нужно защитить растение от сорняков чтобы они его не обогнали против двудольных сорняков мы работаем гербицидами 24d группы их достаточно много зарегистрированных здесь мы никаких проблем не не ощущаем а вот по злаковым нам нужно работать механически как мы можем это делать мы можем делать междурядную обработку плоскорезами там культиваторами проходить но без окучивания как категорически нельзя окучивать его потому что если мы его немножко при присыпали она уже не поднимется считайте что мы его уничтожили в момент когда у растения будет уже где-то порядка 8-10 листьев у него уже будет довольно устойчивый плотный стебель в щадящем режиме мы можем провести небольшое окучивание с защитной зоной и присыпать те сорняки которые у нас есть в рядах соответственно по порядку если мы идем о сказанном выбираем сорт исходя из своих потребностей если это на корма то цвет зерна нам не важен если на экспорт то цвет зерна белый преимущественно белый есть большой рынок потребляющий красное зерно но данный момент тенденция именно к белому вот поэтому если экспорт это белый поля свободный от многолетних злаковых сорняков либо свободные либо там если нет выбора то с минимальным их содержанием количества на вот и широкорядный метод посева первая половина нормы высева варьируются от зоны возделывания они могут быть от 150 до 300 тысяч на гектар растений вот есть сорта с определенным процентом гущения это здесь мы уже консультируемся по факту приобретения сорта регулируем это такой плавающий вопрос что касается посева очень серьезный нюанс мы должны посеять сорга таким образом чтобы не попасть ни в коем случае на возвратные заморозки каждый аграрий знает особенности своего региона и если вы знаете что у вас в течение определенного времени могут быть заморозки где-нибудь в конце апреля начало мая мы обязательно сеем сорга с таким расчетом чтобы к этому времени у нас не было всходов иначе любой заморозок ноль и ниже нуля уничтожит посев вот либо посев очень серьезно пострадает поздние сроки сева да если мы идем по традиционным срокам сева то начали мы с подсолнечника перешли на кукурузу и после кукурузы теми же жадка вернее теми же селками на ту же по той же технологии мы высева высевающие диски это у нас до двух миллиметров отверстия на высевающих дисках вот пожалуйста высеваем что касается удобрений по системе удобрений сорга очень близко к кукурузе вот то есть она также требовательно к азоту она также требовательно к фосфору идеальным считается внести около 100 килограмм на гектар под вспашку с осени сульфа амофос амофос это у нас будут те элементы которые не столь подвижны в почве за зиму они не промоются а если они промоются то надо достаточную глубину чтобы сорга его смогу использовать азотные мы не вносим в больших количествах осени мы вообще их не вносим весной с посевом точно также нужно дать минимум азота и достаточно количество фосфора калия вообще когда мы говорим о удобрениях здесь нельзя просто так давать рекомендации нужно всегда исходить из своего почвенного анализа вот потому что всегда есть возможность дать удобрение она пойдет не в пользу а во вред да то есть пересолить или подкислить почву либо там азотом больше либо меньше да то есть мы исходим из собственных потребностей собственных площадей вкратце если сказать то это будет 100 килограмм сульфа амофос либо амофоса и около 200 килограмм в весе азота то есть селитра если мы возьмем с подкормкой междурядно либо в листовой подкормка хорошо хорошо николай георгиевич правильно ли я понял что важна выровненность поля да вот вы сказали что если там нюансы вопрос вопрос понятен да здесь к чему у нас приводит выровненность поля хорошая во-первых сорга это мелкосемянная культура мы никогда не пренебрегаем при посеве предпосевной культивации для того чтобы создать хорошие семя ложи и все семена у нас легли на нужную нам глубину тогда мы получим дружные всходы вот и уйдем от разнобоев высоте митю равномерно если одно одно зерно глубина заделки семян у нас рекомендуемая 5 сантиметров если у вас у аграриев находится устойчивая влага на 6 на 7 сантиметров то мы всегда 7 на сантиметр на два глубже даже если мы бассейн на 7 сантиметров она взойдет а вот вопросов не будет главное здесь уйти от провокационной влаги потому что на любой ветер там за сутки двое на пять сантиметров может просушить почву соответственно стандартное условие это пять сантиметров глубина заделки и поле само по себе должно быть максимально выровнено для того чтобы к уборке метелки у нас находились на одном уровне вот это о чем вы спросили да чтобы мы могли отрегулировать комфортно для себя жадку срезать только метелки получает чистое сухое зерно да георги можно ли сделать вывод о том что вот те зоны засушливые где кукуруза не не растет там если говорить о корбовых целях то там прекрасно будет себя чувствовать сорга ну давайте мы за пример возьмем ростовскую область да вот ростовская область она неоднозначна в своих климатических зонах и если мы не берем 2020 и 21 год когда мы наблюдаем достаточное количество выпадения осадков даже там где их не хватало то начиная с 2017 года там идет серьезная засуха серьезный недобор влаги и уже говоря о площадях пассива на пассивных площадях кукурузы за три года мы заметили снижение практически на 40 процентов это как раз вот связано с тем что недостаточно влаги для кукурузы она не дано не дает необходимую урожайность из-за недостатка а сорга наоборот все это время увеличивалась в объеме площадей соответственно те зоны где мы не получали урожай на кукурузе мы начали получать урожай на сорга полностью сопоставлять их я думаю будет немножко неправильно и невыгодно с экономической точки зрения но я всегда говорю что если мы не можем получить кукурузу мы не имеем права не попробовать вырастить сорга она обязательно даст урожай там где кукуруза не дает либо дает недостаточно как раз за счет того что сорга в принципе является верблюдом растительного мира и она дает урожай в таких условиях где другие зерновые культуры являются абсолютно нерентабельно ясно николай георгиевич спасибо